В 1942 году под руководством итальянского физика Энрико Ферми был создан самый первый искусственный в мире атомный реактор. Но я думаю вы уже догадались, что сегодня мы с вами поговорим про устройство ядерного реактора. Ну а я Игорь и вы на канале The Science. Как работает атомный реактор? Вопрос не из простых, но я постараюсь на него ответить. Ну во-первых нам надо топливо. И лучше всего конечно же подходит какое-то делящееся вещество, радиоактивное. Ну можно взять всеми любимый уран или плутоний. И как вы уже знаете из ролика про ядерную бомбу, в этих веществах атомы делятся под действием возникающих нейтронов. Им высвобождается энергия. Если сделать так, чтобы максимум нейтронов попадало в сборку, то можно запустить цепную реакцию деления. Для этого достаточно соединить две части делящегося вещества, так чтобы их суммарная масса была равна критической. Но если это сделать очень резко и быстро, то можно получить ядерный взрыв. А это последнее, что нам хотелось бы видеть на атомной электростанции. Поэтому цепную реакцию деления критической массы вещества нужно контролировать. Для этого хорошо подходят выдвижные стержни. Они сделаны из материалов, поглощающих нейтроны. А изменение их положения позволяет добиться стабильного горения топлива или изменения мощности реактора без последствий. И в зависимости от топлива потока нейтронов и их энергии нам понадобится разная конструкция и разное топливо. Но давайте все по порядку. В зависимости от спектра нейтронов реакторы делятся на следующие типы. Реакторы на быстрых, на медленных нейтронах, со смешанным спектром и на промежуточных нейтронах. На промежуточных и со смешанным спектром реакторов в мире довольно мало. В основном это либо на быстрых, либо на медленных нейтронах. Поэтому для начала давайте рассмотрим реакторы на тепловых нейтронах. Реакторы на тепловых нейтронах используют, как ни странно, тепловые, то есть медленные нейтроны для деления топлива. Конструкция таких реакторов не очень сложная. Это топливо, замедлитель и теплоноситель. В качестве топлива применяют уран, но не в виде чистого металла, а, например, его диоксида. Небольшие таблетки из диоксида урана загружают в стержни из циркония. Почему именно цирконий? Это потому, что он прозрачен для нейтронов и не будет мешать работе реактора. Так вот, эти циркониевые трубки с топливом собирают в тепловыделяющие сборки, то есть твеллы, и их уже загружают в сам реактор. Преимуществом такого реактора является то, что в нем можно использовать необогащенный природный уран, в котором всего 0,7% урана-235, который способен делиться. И сечение захвата урана-235, то есть характеристика, которая говорит нам о вероятности взаимодействия нейтрона с ядром атома, возрастает при уменьшении энергии нейтрона. То есть чем ниже энергия нейтронов, то есть чем они медленнее, тем больше вероятность деления ядра. Но в ходе деления возникают быстрые нейтроны, которые ввиду своего малого количества не будут эффективно делить ядра урана. Поэтому нам надо как-то их замедлить, чтобы быстрые нейтроны из одной сборки, доходя до другой, по пути замедлялись. На АЭС для этого применяют обыкновенный графит. Пожарный получил серьезный ожог руки куском гладкого черного минерала, подобранного рядом с реакторным зданием. Гладкий черный минерал, графит. Там графит на земле валяется. Но ведь был взрыв бака, а это обломки. Подумаешь? На АЭС графит находится только в одном месте. Внутри активной зоны. Если графит разбросан снаружи, значит взорвался не бак СУС. Открыта активная зона реактора. Проходя сквозь графит, нейтроны замедляются, теряют свою энергию и уже тогда способны делить уран. Также, если вам не нравится графит, можете использовать воду, тяжелую воду, бериллий или гидриды разных металлов. В реакторах на быстрых нейтронах используют, как ни странно, быстрые нейтроны для деления урана. Но, как мы знаем, сечение его захвата растет с уменьшением энергии нейтронов. Поэтому в этих реакторах нам надо повышать интенсивность нейтронных полей. То есть, чем больше у нас летит нейтронов, тем больше вероятность, что хотя бы один из них столкнется с ядром урана и расколет его пополам. Это можно сравнить с вероятностью выигрыша в лотерею. Чем больше вы покупаете билетов, тем больше шансов, что вы все-таки выиграете. Но и топливо для таких реакторов должно быть обогащено. Значит, что там надо повышать концентрацию урана 235. Это довольно сложный и дорогой процесс. Таким образом, уран или плутоний делятся и высвобождается энергия в виде тепла. Ну и не просто же чайник к реактору прикладывать. Нам надо это тепло вовремя отводить, чтобы топливо не расплавилось. И к тому же из этого электроэнергию тоже получать. Две эти задачи решает теплоноситель. Он и отводит тепло вовремя, и потом в дальнейшем можно получить и электроэнергию. Реакторы по теплоносителю тоже делятся на разные типы. Ну, например, можно банально использовать воду или тяжелую воду. Она тут будет играть роль, кстати, из-за медлителя электронов. Минусом такой конструкции является то, что температура воды в активной зоне может достигать 300 градусов по Цельсию. И чтобы она там попросту не вскипела, нам надо держать ее под огромным давлением. Вплоть до 150 атмосфер. А тут уже и появляется опасность разрыва. Также в качестве теплоносителя применяют расплавленный металл. Ну, например, калий, натрий, литий, свинец и висмут. Преимуществами такого теплоносителя является то, что не надо повышать давление, так как температура плавления металлов и так довольно высокая. Фантазии ученых хватило и на то, чтобы использовать органику, например, трифенил, дифенил, их измерную смесь, и даже расплавы солей бериллия и лития. Каким бы ни был теплоноситель, он циркулирует при помощи насосов по активной зоне и передает свое тепло теплоносителю второго контура. При этом теплоносители первого и второго контура не соприкасаются. Это сделано из соображения безопасности. Ведь если какое-то количество радиоактивного топлива попадет в теплоноситель, то оно останется внутри реактора и не выйдет наружу. Второй же теплоноситель, принимая все тепло на себя, превращается в пар сверхвысокого давления. И затем этот пар вращает турбины-электрогенераторы, которые и вырабатывают электричество. В свою очередь, теплоноситель третьего контура при помощи насосов циркулирует между зданием АЭС и ближайшим водоемом. И казалось бы, тут вода должна была бы окончательно остыть. Но АЭС вырабатывает столько тепла, что этот водоем попросту тоже может вскипеть. Поэтому для этого предусмотрены вот такие вот сооружения. При помощи тех же насосов вода выкачивается на самый верх и затем сбрасывается вниз. И тут она уже окончательно охлаждается. Кстати, да, если вы думали, что вот это какие-то радиоактивные пары, то нет, это просто водяная пара. Фух, там на самом деле еще очень много разных типов реакторов, но я, пожалуй, остановлюсь. Как работает атомный реактор, я думаю, вы поняли. Но на самом деле можно было бы объяснить и одним приложением. Топливо делится, высвобождается энергия. И она потом передается теплоносителю, который вращает турбины-электрогенераторы и вырабатывается электроэнергия. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, вы там не уснули, пока я рассказывал. Все, что вам осталось сделать, это подписаться на наш канал, поставить нам лайк и отослать это видео друзьям. И увидимся уже в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok